В ходе рабочей поездки в Запорожье министр экологии встретился также со студенческим активом Запорожского национального университета. В аудитории собрались в основном будущие экологи и биологи. Разговор с представителем правительства в основном касался вопросов экологической безопасности и будущего трудоустройства молодежи. Атмосфера в главной аудитории Запорожского национального университета отличается от привычной. Эту лекцию студенты ждали давно. В роли преподавателя министр экологии Украины. Во вступительном слове он поделился со студенческим активом, увиденным в Запорожье. Первый и главный объект в программе его рабочего визита – комбинат «Запорожсталь». Я впечатлен размахом тех работ, которые сделаны, делаются и будут еще сделаны на Запорожстале. Действительно, я такого еще не видел. И та скорость, с которой это все делается. Вы же понимаете, что экологическая модернизация – это инвестор просто, скажем так, заработать, вкладывает. Они же не возвращаются. Они единственное только возвращаются – это здоровьем наших людей. Кроме этого, по словам министра, он приятно удивлен рабочей обстановкой в Запорожье, где студенты митингом предпочитают учебу. Власть, подчеркнул представитель правительства, поддерживает мирные собрания студентов. Это подтверждает, что молодежь в Украине политически активна, государство против политических провокаций и попыток дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. По просьбе студентов министр высказал свое видение и перспектив евроинтеграции Украины. Соглашение об ассоциации – это не членство в ассоциации и не значит, что это европейские демократические принципы. Могу сказать, что Турция, Тунис, Египет тоже являются ассоциированными членами Европейского Союза. И то, что там происходит, вы все прекрасно видите, особенно на примере Египта. Польша в 1991 году подписала ассоциацию и только в 2004 стала членом ЕС. Поэтому этот процесс от ассоциации до членства в Европейском Союзе – это не менее 10 лет. Поэтому нам нужно просто, знаете, как не войти в Евросоюз, мы именно должны войти, а не вляпаться в него. Встреча с министром в Запорожском национальном университете прошла в форме диалога. Студенты и преподаватели смогли задать интересующие вопросы. В основном они касались экологического развития и проблем с трудоустройством по специальности. Представители биологического факультета ЗНУ обратились к министру с просьбой финансово поддержать один из их экологических проектов. Также профессорский состав университета выразил готовность принять активное участие в разработке министерской программы, направленной на экологическое воспитание школьников.